Глядя на этого седобородого старца, сложно поверить, что он родился в 19 веке, рос в царское время, был очевидцем революции, прошел Великую Отечественную войну, пережил ужасы депортации и был уже весьма преклонном возрасте во время распада Советского Союза. Аббасу Ильиеву 121 год, и это зафиксировано в Книге рекордов и достижений России. Знаю, что живу уже долго на этом свете, но все равно хочется прожить на день больше, умирать не хочу. Всевышний так устроил этот мир, всему свое время. Он родился в 1896 году в горном селении Гули. Здесь прошла вся его жизнь. Старец вспоминает, как в семилетнем возрасте впервые ушел горы пасти овец. Именно тогда закончилось его детство и началась взрослая жизнь со всеми трудностями и хлопотами. Сколько всего я повидал в жизни. Расскажешь – не поверят. Тяжело было, когда рос, не знал, что такое железный плуг. Деревянным плугом вспахивали землю и кормились этими крохами. Сами сажали и выращивали. Еще до революции Аббас ходил в медресе на дому к местному муле, который научил его читать Коран. Но потом его семью раскулачили. Аббас был вынужден бросить учебу. Умение читать Коран он пронес через всю свою жизнь. Дедушка вспоминает, что в советское время запрещали молиться и верить в Бога, но он продолжал читать священную книгу, которая согревала его сердце в период тягот и невзгод. Когда пришел к власти Сталин, все наше хозяйство конфисковали, забрали овец. Я недолго проучился. Отец настоял, чтобы я бросил учебу. Возможности не было учиться. В последние годы из-за ухудшения зрения читать Коран стало невозможно, что очень расстраивало старца. Юсу Байсагуров, родственник Аббаса и главный врач частной клиники, решил сделать подарок и прооперировал дедушку в своем медицинском центре совершенно бесплатно. Сегодня он навестил своего пациента. И тебя сейчас вижу хорошо. И все вижу, конечно, лучше. Я же ничего не видел раньше. Даже в молитвах просил Всевышнего. Если так и придется дальше жить в слепоте, не продлевай мои дни. По словам Юсупа, несмотря на преклонный возраст, операция прошла успешно. Но чтение придется отложить, потому что долгие годы полуслепоты все-таки изменили структуру глаза. И нужно подобрать очки. Дата визита к офтальмологу уже назначена. И Аббас Лорцевич, как ребенок, с нетерпением ждет ее, чтобы вновь прикоснуться к страницам священной книги. Пришлось потрудиться больше, чем обычно. Но все равно справились. И сегодня, видите, результат такой хороший. Готовится уже и на второй глаз, просит, чтобы мы сделали ему операцию. Я думаю, через месяц мы займемся и вторым глазом. У Аббаса Лорцевича 8 детей, 35 внуков и 37 правнуков. Его первая супруга умерла. Вторая жена родила ему восьмерых детей. По мнению Аббаса Лорцевича, главную роль в воспитании играет жена и мать. Если у тебя жена хорошая, из хорошей благородной семьи Тейпа, то и дети будут хорошими, воспитанными. Когда женишься, всегда надо интересоваться, какая мать у девушки и какая бабушка. Всегда смотри на это. Тема депортации снова и снова всплывает в общении с этим человеком. И не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять, что это самое драматичное событие в его жизни. Впрочем, как и в жизни сотен тысяч других людей. Одиннадцать человек нас депортировали. Всю нашу семью. Домой вернулись только двое. Я и моя старшая сестра. Умерли все. Я болел тогда. Слабый был. Сам идти не мог. И мать свою тащил. Помню, как сейчас. Как солдат толкал меня. Я падал. Он стоял сзади и держал дуло пистолетовое сердце. На долю Аббаса Ильиева выпало множество испытаний. Но несмотря на это, старец сохранил ясность ума. Он делится мудростью и накопленным опытом с внуками, правнуками и племянниками. Дедушку по состоянию здоровья уже, как и раньше, верхом ездить не может. Хозяйство до последнего времени вел сам. И сегодня еле-еле передвигается по состоянию здоровья. Но все равно где-то чем-то возится в огороде, где-то за чем-то посмотрит. Все равно дома не сидится, дедушки. Самым важным в жизни Аббас Лорсович считает честность и хорошее отношение к людям. Он, сожалению, констатирует, что несмотря на то, что уровень жизни стал несравнимо выше, люди изменились в худшую сторону. Родственников любили. Люди людей любили. Стыдно мужчине, если он настоящий мужчина, не держать слова даже ради всех сокровищ мира. Сам дедушка всегда старался жить по чести. Никогда и ни в чем не излишествовал. Всю свою жизнь трудился. На вопрос, как бы вы провели свою жизнь, если вы могли повторить ее, дедушка отвечает. «Если бы я был молод, наверное, жил бы так же. Но больше поминал Всевышнего. Служил ему усердней. Но теперь уже все. Это в прошлом». Наверное, каждый задается вопросом, в чем секрет долголетия этого старца. Аббас Лорсович всю жизнь трудится, живет высоко в горах, ест только экологически чистую пищу и простые продукты. Но сам старик считает, что причина его долголетия в другом. «Говорят, что из-за натуральной пищи. Но я отвечаю, что это не в моей власти. Время, что мне отпущено Всевышним, я проживу. И как только это время истечет, закончится и моя жизнь». «Дедушки все время ездят, гости, гости республики, родственники бывают. Все спрашивают рецепт долголетия. Ну, такого рецепта долголетия нет. Дедушка все время, всю жизнь трудился». Глядя на этого человека, невольно задумываешься о жизни и смерти. Каждому Всевышний отпускает свой срок. Кому-то больше, кому-то меньше. Главное – оставаться человеком и всегда помнить о служении Богу. Изабелла Евлоева, Аслан Героев, канал Олив, Ингушетия.